Здравствуйте! В эфире служба новостей город в студии Денис Тугалуков. Смотрите в ближайшие минуты. В квартирах потеплело. Отопительный сезон закончился. 25 лет спустя в Калининграде вспоминают аварию на Чернобыльской АЭС. Пасха прошла, а пасхальные богослужения в самом разгаре. В перинатальном центре осветили часовню. С начала марта на дорогах города вновь появились многочисленные двухколесные участники дорожного движения. Мопеды, скутеры и мотоциклы. Увеличилось и количество ДТП с их участием. Разница при аварии впоследствиях. Водитель авто защищает корпус машины, а водителя мотоцикла – его удача. По данным ГИБДД, виноваты в таких ситуациях часто бывают оба водителя. Все подробности в нашем первом материале выпуска. Преодолеть 50 метров за секунду с такой скоростью знаком каждый мотоциклист. Могут ли они справиться с ней – другой вопрос. За последние сутки пострадали уже 4 мотогонщика. Врачи-травматологи приготовились к тому, что пострадавших в больнице с каждым днем будет больше. Посмотрев, какие исходы после мотоциклетной травмы, я думал, ни одному своему другу или близкому человеку не скажет, поехали покатаемся на мотоцикле. Ни одному. Слишком тяжкие последствия. По данным управления ГИБДД, аварии с участием мотоциклистов происходят 2-3 раза в неделю. Причина банальна – нарушение правил дорожного движения. Водителям авто инспекторы советуют осторожно перестраиваться в другие полосы и чаще смотреть в боковые зеркала. А главное нарушение байкеров – превышение скорости. Начинающие гонщики не всегда справляются со своим транспортом. Есть золотое правило, его немногие знают, но должны знать все. Основное правило для мотоциклиста – это соблюдать скорость потока. Если в городе поток движется, точнее, как соблюдать, не превышать скорость потока. Максимальное превышение допустимо – 10 км в час быстрее потока. Байкер между скоростью и комфортом выберет первое. На городских дорогах разгоняться опасно. В легком ДТП водитель не пострадает, только его автомобиль. Мотоциклист же получит тяжелые травмы. Уберечь от них может экипировка. Есть разные виды защит. На локотнике, на коленке – это традиционно. На всех видах скорости, совмещенных с такими опасностями, как бы они используются. Просто у мотоциклистов встроены в одежду. Мотоциклист идет на фоне. У него специальная куртка, в которой на локотнике и защита спины встроена. То есть такая традиционная защита. Но основная – это шлем. Скоро мотоциклистов на дорогах станет намного больше. 1 мая состоится официальное открытие байкерского сезона. Сотрудники ГИБДД и больниц призывают всех участников дорожного движения, а также пешеходов, быть внимательнее на дорогах. Ольга Романова, Евгения Курбатова, Денис Черюха, Служба новостей город. Прошедшая зима показала все проблемные места Калининграда. Из-за сильных холодов и последующих наводнений сильно пострадали трубы в подвальных помещениях жилых домов. Все неполадки должны устранить в ближайшее время. А с понедельника котельные перешли на новый отопительный сезон. В этом доме проблемы с отоплением уже больше пяти лет. У жителей Ленинского проспекта 123 холодные батареи были всю зиму. Люди обращались не только в свою управляющую компанию, но и в администрацию. Правда, это ситуацию не изменило. Как только температура пошла, на улице стало плюс 10, батареи потеплели последние два дня или три, 25 градусов. То есть такой регулировки никакой практически нет. А вся зима пока температура минус, так и промерзла. В других же домах ситуация прямо противоположная. В некоторых квартирах температура достигала 33 градусов тепла. Спасали только открытые двери и окна. Серьезных срывов не было. Это очевидно. В общем-то вы за этим достаточно плотно следите и не даете никому в этой части уснуть. Было, по крайней мере, можно отметить, как в серьезной ситуации, когда осуществлялось переключение на ТЭС-2 в Южном микрорайоне. Мы это тоже хорошо отслеживали. Были достаточно серьезные последствия после опаводков. Сейчас во всех котельных работа приостановлена и температура в квартирах нормализовалась. В администрации города формируют список проблемных домов. В подвалах до зимы должны провести капитальный ремонт труб. Екатерина Сафонова, Дмитрий Суворов. Служба новостей. Город. Двадцать пять лет назад на Чернобыльской АЭС произошла авария. На сегодняшний день в Калининградской области проживает около шести тысяч ликвидаторов и пострадавших от ее последствий. Во вторник в Калининграде установили памятник жертвам чернобыльской катастрофы. Все подробности смотрите в нашем следующем материале выпуска. Невозможно себе представить тех масштабов, какие бы достигла эта катастрофа, если бы не подвиг тысяч и тысяч людей. Три месяца Анатолий Глазунов помогал ликвидировать последствия взрыва. Приходилось эвакуировать пострадавших, снимать грунт, чистить колодцы. К аварии никто не был готов. Эти 90 дней он никогда не забудет. Костюмы, я скажу, конечно, были несовершенны, потому что мы к этим событиям не были готовы. Не были готовы. И когда ребята одевали вот эти костюмы, жарко было. Они не пропускали воздух. В конечном итоге мы работали противогазом, работали в респираторах. Жара была свыше 30 градусов. Температура резко повысилась из-за радиации. Именно она смертельно опасна для человека. По данным Гринписа, от облучения в Чернобыле умерло 200 тысяч человек. У остальных ликвидаторов серьёзно испортилось здоровье. В память им и открыли мемориал. Памятник ждали несколько лет. Бронзовый ангел и летящие журавли теперь напоминают о катастрофе. Установили его на Гвардейском проспекте, в сквере возле астрономического бастиона. О самих героях государство заботится периодически. Годовщине каждому ликвидатору выделили по одной тысяче рублей. По льготам оплачивают только коммунальные услуги. Сейчас аварию в Чернобыле стали сравнивать с катастрофой на Фукусиме. Наши ликвидаторы были готовы оказать помощь в устранении последствий катастрофы в Японии. Но она так и не потребовалась. Эксперты уверяют, что даже при самом негативном развитии событий катастрофы, последствий, как в Чернобыле, удастся избежать. Пасха прошла, а пасхальные богослужения в самом разгаре. 26 апреля в перинатальном центре состоялось освящение православного храма-часовни. Его возглавил епископ Балтийский Серафим. О необходимости присутствия часовин в родильных домах и о крещении новорожденных в нашем следующем материале. Храм-часовни при перинатальном центре работает для православных уже год. Здесь регулярно совершают богослужения. Но настоящее открытие состоялось во вторник. Епископ Балтийский Серафим торжественно осветил храм. Внаменательное событие приурочено к светлым дням пасхальной седмицы. В момент освящения мы призываем Божью помощь и говорим, Господи, освяти храм сей. И уже не человек освящает, а Бог освящает этот храм. И после освящения уже не будет благодарить Божию. Он сходит на это место. И только теперь все молитвы будут не напрасны. Будущие мамы смогут попросить об удачных родах, а уже родившие – о здоровье малыша. Наличие освященной часовни при таком заведении крайне важно. Когда беременная женщина с какими-то проблемами, просто с просьбой о хорошем родоразрешении, благополучном родоразрешении придет к Богу, ей никуда не нужно будет идти, а это все будет происходить здесь. Это будет более чем важно в ее жизни и в жизни будущего ребенка. Можно будет и окрестить новорожденного. По христианским верованиям – это самое главное священное действие в жизни человека. Крестить малышей нужно на восьмой день жизни. По словам епископа, детей крестить стали чаще. Сейчас наблюдается особый интерес к этому священному действию. Но будущие мамы давать комментарии по этому поводу отказываются, боятся сглазить. Во-первых, чтобы правильно принять крещение, нужно, сперва, крестного найти, а крестных, чтобы для должных, не по силе мира сего. Такие люди иногда стараются кого-то взять из властных людей или богатых людей, а крестный – это тот человек, который отвечает за духовный рост младенца. На прощание епископ Серафим еще раз благословил всех присутствующих и вручил храму-часовне икону Божьей Матери. Христос воскресе! Ольга Романова, Дарья Волошина, Денис Черюха. Служба новостей «Город». Смотрите во второй части нашего выпуска после короткой рекламы. С высоты птичьего полета в Калининграде появятся экскурсионные самолеты. Гимн живым актерам в драмтеатре готовят новую постановку. На радость калининградца на главной площади города заработал фонтан. В эфире служба новостей «Город». Мы продолжаем. Российские автолюбители могут остаться без бензина, а в Калининграде появятся экскурсионные самолеты. Об этом и не только. Смотрите в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Туристы смогут самостоятельно искать янтарь в обработанных карьерах, а также посмотреть на Калининградцы высоты птичьего полета. Также гостям города предоставят возможность поохотиться и показать свои спортивные возможности. Такое предложение сделал губернатор Николай Цуканов. Так глава хочет привлечь туристов в область. Программу туристического развития должны доработать к июню этого года. В Калининграде число заболевших клещевым энцефалитом увеличилось. С начала года зарегистрировано 28 случаев. Противоклещевая обработка проводится на территории области, но не в должном количестве. Не обрабатываются территории садовых обществ, кладбища и другие места массового отдыха. По словам Татьяны Груничевой, оказание медицинской помощи при присасывании клещей не отвечает современным требованиям. В шести школах Калининграда открылись лицензированные медицинские кабинеты. Больницы и поликлиники продолжают получать лицензии на работу в школах города. Процесс ограничен по времени. До 1 сентября он должен быть завершен согласно законодательству. Правда, на сегодняшний день только шесть школ закончили оформление документов. Автомобилисты могут остаться без бензинов. В России очередной топливный кризис. Если в конце 2010 года россияне жаловались на повышение цен на бензин, то теперь жители сразу в нескольких регионах страны могут вовсе остаться без топлива. В нескольких регионах произошел дефицит топлива. По каким причинам, пока неизвестно. Антимонопольная служба проводит проверку. Курсы валют на 27 апреля. Доллар США 27 рублей 89 копеек. Евро 40 рублей 58 копеек. Литовский лит 11 рублей 77 копеек. Польский злот 10 рублей 30 копеек. Гимн живым актерам на сцене Калининградского драмтеатра. Там готовится новая постановка куклы по пьесе Валерия Беликовича. Премьера состоится 29 апреля, а пока наша съемочная группа побывала на репетиции спектакля. О тайнах закулисья и о том, как живется куклам без кукловода, смотрите в нашем следующем материале выпуска. На сцене драмтеатра кукольное шоу. Марионетки удобнее живых актеров. Они послушные, артистичные, ими легко управлять. Освободившись от власти хозяина, они попали в зависимость от собственных страстей. Куклы перепутались с людьми. Материал сложный, актерский сложный. И, я думаю, для восприятия зрителей, но мы попытались сделать это все. Я думаю, зритель не соскучится. Пьеса о том, как техника порабощает мир, о механизации сознания. Но также о том, что ни в каких условиях не следует забывать о своих чувствах. Пьеса о любви, добре, счастье и улыбках. Кукол Вячеслав Виттих мечтал поставить давно, с тех пор, как познакомился с их автором и первым режиссером Валерием Беликовичем. Придя к нему на учебу, скажем так, я посмотрел его спектакль «Куклы», который на меня произвел определенные впечатления, и самодраматургия, и спектакль. И я сказал, что когда-нибудь, если доживу годом к 50, я хочу это осуществить. 50 решил не ждать. Куклы Виттиха увидели свет в казахстанском Актюбинске. С готовым материалом приехал в Калининград. Встретили его с радостью. По словам актеров, поработать с хорошим материалом приятно всегда. Репетиции проходили в дружелюбной обстановке без напряжения, что тоже большая редкость. Режиссер покорил и очаровал. Какой-то, наверное, душевный подъем, как я сейчас во мной присутствует большой. Ну, это катарство, что называется. Финал спектакля – загадка не только для зрителя. Актеры развязку конфликта узнали за несколько дней до премьеры. Конец, конечно, предполагали, но что именно ждет их героев, точно не знал никто. Всего секрета я рассказывать не буду, потому что здесь интрига спектакля. Надо прийти и посмотреть. Концовка, как и реакция, обещает быть неожиданной. Но каждый из зрителей вынесет что-то для себя. Премьера состоится уже в конце этой недели. Я покидаю вас. Мне нужно поработать на программе, а время поджимает. До завтра. Встретимся. Ольга Романова, Дарья Волошина, Дмитрий Суворов. Служба новостей город. К летнему сезону готовы. В Калининграде проверили состояние городских фонтанов. Во вторник их поочередно включали на несколько минут, что сразу привлекло внимание как взрослых, так и детей. 30 апреля официально откроют фонтан в парке «Юность», а 1 мая в 12 часов они заработают на главной площади города. Как прошла проверка фонтанов, смотрите в нашем материале без комментариев. Редактор субтитров А.Семкин И в завершении выпуска наш традиционный опрос. Ваши хорошие новости. Прекрасная погода. Ну, недавно был праздник Пасхи, тоже хорошая новость. Определенно, да, наши традиции все сохраняются. Это, скажем так, сплачивает людей, лишний раз собраться. А что еще сказать? Ну, погода делает свое дело, да. Ну, конечно, отлично, отлично, отлично. У меня скоро день рождения, я очень счастлив, у меня так печет, у меня так тепло и хорошо. Жара, наконец-то, солнце, разве это не в хорошем новости? И с нами вступила, ура! Да, мы в зоопарк идем, разве это не чудесно? То, что сегодня закончились, скажем так, два курса информатика и учителя системы в университете, последние две лекции. Года хорошая. Сейчас ремонт делается в городе. Ну, внука в школу записали в десятую, но сегодня у меня был дух на роде, как вы были. И это все на сегодня. Если вы стали свидетелем какого-либо события, звоните в редакцию службы новостей «Город» по телефону 91-94-04. В студии был Денис Тугалуков. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин